Всем привет! Рассмотрим сначала простой способ чистки клавиатуры. Выключим компьютер и влажной салфеткой протираем. На тонкую отвертку намотаем салфетку и вытираем между клавишами. Грязь под клавишами перемещаем вниз и убираем. Ее там оказалось немало. И завершаем чистку пылесосом. Вот как быстро и чисто. А вот от жидких загрязнений поможет второй способ. Откручиваем шурупы и снимаем заднюю крышку. Высыпаем силиконовые кнопочки. Откручиваем плату с проводом. Чистим щеткой ванной с теплой водой. Можно промыть сильной струей воды. Контактную пленку просто вытираем сухой салфеткой. Высушиваем клавиатуру. Теперь на две книги положили и вставляем силиконовые кнопочки. Прикрутили плату и закрутили крышку с шурупиками. Все, готово. При сложных загрязнениях, например, пиво, чай, кофе, поможет третий способ. На данный экземпляр разлили кофе в 2010 году. Купили новую, а эту отложили. Она пожелтела из-за того, что солнце на нее иногда попадало. Как же приятно найти потерянные 7 лет назад инструменты в кульке. Приготовили чайок с сахаром. Кофе пробовала? Попей еще чайку сейчас. Если разлили жидкость на клавиатуру, аккуратно ее слейте вот так, не переворачивая вверх дном, чтобы меньше загрязнить внутренности. Убираем остатки чая и пусть так постоит немного. Вот как после кофе с озущенкой плохо нажимаются кнопки. Чай слили, снимаем заднюю крышку. Металлическая пластина с контактной пленкой залита и липкая. Силиконовые кнопки тоже клипкие. Одним словом сладкая клава. Перед тем как вынимать кнопки, сфотографируйте их расположение на смартфон. Аккуратно выдавливаем пинцетом кнопки и складываем в трушлаг. Сняли кнопки со скобами. Вот он кофе семилетней выдержки. А вот свежий чай. Отделили контактную пленку от металлической основы. Как же все липнет. Держим провода и плату в руке. Одну клавиатуру промываем теплой водой. Моем пластину. Отмываем силикон. Под водой щетками вычищаем клавиатуру. В дуршлаге промываем кнопки. Аккуратно, не перегибая, промываем трехслойную контактную пленку. И вытираем ее насухо бумажными салфетками. Оставляем все сушиться. Высохло. Теперь собираем в обратном порядке. Кнопку одеваем на скобу и вставляем. Так же и остальные кнопки со скобками. Остальные все кнопки вставляем согласно сделанной фотографии. И последняя кнопочка. Собираем последовательно детали. Прикручиваем плату и провод. Закрываем крышку и закручиваем шурупами. Вот как здорово работают кнопки. Все, отлично. Теперь проверим на компьютере. Приятно услышать снова родные клики через 7 лет сна. Если понравилось видео, ставим лайк, подписываемся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok